Привет, подписчики, геймеры и гости канала, и все, кто находится по ту сторону экрана. У микрофона, как всегда, Илья, и как видите, сегодня в моей домашней студии довольно много девайсов от компании SteelSeries. Сегодня мы посмотрим наборчик геймера, это мышку Rival 300, коврик к ней QCKXXL и гарнитуру Rav Prism. Поехали! Первым делом я хочу посмотреть на игровую поверхность QCKXXL. Сказать, что этот ковер большой, это значит ничего не сказать, он просто огромный и по сути закрыл практически весь мой стол. Я на самом деле давно себе хотел такой коврик, чтобы вообще не париться и спокойно играть в любые игры. С наружной стороны используется высококачественная ткань, скольжение очень хорошее, в общем, самое то для того же CS GO. На обратной стороне уже резина с обратным эффектом, чтобы ковер не скользил по столу и справляется она очень даже здорово. В плане дизайна здесь особо нечего говорить, это минимализм, строгость и красивый логотип компании. Ну, в общем-то, главная фишка это размеры, это реально очень крутой ковер. Ну, теперь давайте сразу его опробуем и опробуем с мышкой Rival 300. У производителя есть множество расцветок, но я всё-таки решил выбрать именно чёрную модельку, чтобы всё сочеталось и было прям сочно. Сразу скажу, что мышь оснащена очень популярным оптическим сенсором с максимальным разрешением 6500 dpi. Также, само собой, здесь есть настраиваемая подсветка, цвет вы можете сами подобрать под свой стиль, я же решил остановиться на белом. По клавишам их здесь уже привычно 6, на мой взгляд это прям золотая середина и больше не нужно, в общем-то, сами клавиши настроить и будет прям красота. По материалам используется приятный софт-тача пластик, в руке мышь лежит отлично, ну а габарит и вес вы уже сами можете увидеть на экране. В общем, сами решайте, подходит она вам или нет, всё-таки это такое вот дело, руки у всех разные, поэтому кому как удобнее. К мышке я достаточно быстро привык, проблем никаких не было, так что теперь с удовольствием буду пользоваться. Ну и теперь напоследок самое сладкое, это гарнитура Siberia Rav Prism. По внешнему виду гарнитура смотрится очень свежо, красиво и, можно сказать, молодёжно. Как видите, гарнитура не имеет огромных размеров, она достаточно лёгкая и на голове практически не ощущается. На самом деле это очень здорово, потому что уши не будут уставать даже при длительном игровом процессе. Амбушюры, внутренняя часть дуги выполнены из ткани, она довольно мягкая и приятная на ощупь. Также здесь, само собой, идёт небольшая LED-подсветочка, всё, в общем-то, то же самое, настраиваем с помощью SLS Engine и получается красота. Теперь, пожалуй, самое главное, это, конечно же, звучание. С этим здесь всё отлично, этот малыш идеально справляется со своими задачами, и это факт. В играх шаги, звуки, всё прекрасно передаётся, и ты сразу понимаешь, где враг и делаешь килл. Если вы ищете недорогую красивую гарнитуру именно для игр, то точно советую вам эту модельку. В музыке здесь, конечно же, дела обстоят чуть хуже, но стоит понимать, что гарнитура всё-таки поднастроена именно для геймеров. В плане микрофона тут тоже всё хорошо, кстати, она находится в левой чашке, и на самом деле у меня были опасения на этот счёт. Ну, всё-таки качество записи голоса оказалось очень даже достойным, для того же TeamSpeak эта гарнитура очень даже подходит. Стоимость данного девайса составляет 5000 рублей, и все ссылочки, конечно же, будут в описании, так что если чем-то заинтересовались, то можете перейти и всё более внимательно посмотреть. Ну, а я на этом на сегодня заканчиваю. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.